Кардер. Человек, производящий незаконные операции с банковскими картами. Московские студенты, в прошлом школьные приятели, решили подзаработать денег. Они приобретали дорогую технику и мобильные телефоны по фальшим кредитным картам. Потом сбывали всё это на рынке, а выручку делили между собой. Вообще поддельные карты бывают двух видов. Первый – зеркальные копии. Это точные дубликаты с сохранением всех степеней защиты. Голограмма голубя выполнена на высоком уровне. Голубь машет крыльями. Их они использовали в магазинах, где требовалось полное сходство с оригиналом. Другой вид карты попроще и подешевле. Выглядит она вот так – кусок пластика с магнитной лентой. С её помощью снимали деньги через банкоматы. Для этого внешний вид не важен. Впрочем, многие кардеры давно уже поняли, что зарабатывать можно и менее рискованным способом. Так выглядит сайт, на котором продаются фальшивые кредитки. Они тут называются картоном. Хотя заголовок написан специальными символами, нельзя сказать, что кардеры сильно конспирируются. Вот расценки на подделки разных систем. Виза, мастер-карт, маэстро. Эпоха информационных сетей принесла не только новые возможности, но и новые беды. Серверы банков оказались не столь надёжны, как их хранилища. Украсть деньги стало возможно безо всяких отмычек. Достаточно иметь компьютер и выход в интернет. Но для этого кардерам потребовались особые специалисты – хакеры. Вопреки расхожему мнению, хакера на глазок в толпе не определишь. За псевдонимом НСД в сети не принято носить подлинные имена. Скрывается молодой человек лет 20. Он учится в техническом вузе, в свободное время ходит с девушкой в клубы и мечтает открыть своё дело. Словом, обычный московский студент. Если бы не его особое увлечение – взлом компьютерных систем безопасности. Взломать любую систему может не просто какой-то мегапрофессионал, а любой опытный хакер. Наши условия. Взлом сайта должен быть осуществлён за 3 минуты. Посмотрим, по силам ли ему такая задача. Вначале хакер маскируется в сети, выдавая себя за совершенно постороннего пользователя. Нередко даже из другой страны. Вот как бы показано на карте, где мы находимся для спецслужб. Здесь на самом деле мы сейчас сидим, конечно, в Москве, но милиция думает, что мы находимся в городе Индиан, полос в штате Индиан. Между тем, эксперимент продолжается. Напомним, что наш хакер обеспечил себе безопасность и теперь выбрал сайт для атаки. Говоря простым языком, сайт – это всего лишь информация, которая хранится на сервере, как в сейфе. Но даже к сейфу можно подобрать ключи, чем он сейчас и занимается. Я выбрал случайным образом сайт для взлома, с которым мы будем работать. Ну, вот здесь какая-то американская контора предоставляет нам свои услуги. В общем, я запускаю сканер уязвимости. Вот на сервере нашелся какой-то дырявый скрипт, который содержит ошибку. Но сейчас через него мы попробуем проникнуть на сервер. Дырявый скрипт. Недостаток в программе. Времени, отведенного на взлом, остается все меньше. Проникнув на сервер, НСД получил доступ к хранящейся там информации и работает с ней, как на собственном компьютере. Сейчас попробуем заменить главную страницу на свою. Ну и вот что мы видим в результате взлома. На главной странице американского сайта теперь красуется надпись «Взломано русскими хакерами». Но по нашей просьбе сайту возвращается его прежнее лицо. Ежедневно тысячи хакеров начинают свой поиск во всемирной паутине, балансируя на грани закона или приступая ее. Одни ищут легкую прибыль, другие информацию, третий желает получить признание или даже славу. Но здесь есть одна немаловажная деталь. Самые известные в мире хакеры стали знаменитыми, только оказавшись под следствием. Субтитры создавал DimaTorzok